Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году, чтобы сосредоточить всеобщее внимание на проблемах инвалидов, объявила 3 декабря Всемирным Днём Инвалидов. Для открытия нашего мероприятия приглашаем на сцену народный вокальный коллектив русской песни «Светёлочка». Генеральная Ассамблея Орловская Генеральная Ассамблея Орловская В 1988 году инициативная группа собралась на свой первый учредительный съезд. И так была создана организация «Всероссийское общество инвалидов», В задачи которого входила защита прав интересов инвалидов Российской Федерации, содействие им в осуществлении равных прав и возможностей с другими гражданами, а также содействие в интеграции инвалидов в современном обществе. На сегодняшний день «Всероссийское общество инвалидов» состоит из более полутора миллионов человек, входящих в региональные и местные отделения, Одним из которых и является МИАСКО местная организация «Всероссийского общества инвалидов». Для приветственного слова приглашается председатель городского общества инвалидов Серебрякова Татьяна Евгеньевна. Это целеустремленных людей, которые понимают, как дорога жизнь, какой бы она ни была. Да, в этот день говорится много о проблемах инвалидов и первостепенной задачей Всероссийского общества инвалидов, а также нашей местной организации как части Всероссийского общества, является защита прав и интересов людей с инвалидностью, а также содействия в их полноценном и равноправном участии с другими гражданами во всех сферах жизни. И все-таки 3 декабря – день таких людей, которых не сломили ни судьба, ни определенные обстоятельства. Несмотря на ограничения в здоровье, они поют, танцуют, занимаются спортом, участвуют в общежитии жизни. Посещают культурные мероприятия, ставят перед собой высокие цели, задачи и достигают их. И этому не надо долго ходить, пример вот даже в черте нашего города. Потому что инвалидность – это не приговор. Многого можно достигнуть и добиться. Все зависит от человека. А люди, вы знаете, очень разные. Надо, когда жизнь заставляет, все-таки решиться на многие вещи и смело идти вперед, проливая все преграды и барьеры. Приколотин Сергей Игоревич. Добрый день, уважаемые друзья. Можете себе представить, как замечательно получилось. Сегодня первый мой рабочий день в качестве заместителя главы по социальным вопросам. И я в ваших гостях. Прекрасный коллектив, который сегодня открыл наше сегодняшнее мероприятие. Очень было приятно. И поверьте, для меня это очень тема близка, которая связывает много социальных задач, которые мы обязаны решать. И поверьте, мы и будем решать. Потому что не так давно я эти вопросы решал с точки зрения медицины. Теперь будем решать это в комплексе. Я вас уверяю, что много усилий, которые уже сейчас приложены, которые будут прилагаться для того, чтобы решить те проблемы, которые стоят перед вами. Это и доступная среда. И возможность общения, и развития, и учебы, и так далее. То есть, в принципе, это целый комплекс мероприятий, которые мы наверняка сможем решить и решать будем вместе. Поэтому юбилейную дату 35-летия со дня образования общества. Я хочу вас всех поздравить с этой замечательной датой. Действительно, с точки зрения своей профессиональной и бывшей деятельности, хочу пожелать вам здоровья, наверное, и самое главное. Берегите себя, мы будем вам помогать. Мы можем, конечно, в рамках своих возможностей. И в лице Татьяна Евгеньевна, я хочу поздравить вас с очень небольшим группе. Друзья, вы знаете, мы с вами знакомы не так давно, но в третий год, наверное, активно дружим и стараемся общаться. Много разных задач у Минского отделения общества инвалидов. Не всегда все получается, потому что все случится разом, наверное, невозможно. Но я искренне верю, что и я лично, и депутатский корпус Минского городского округа неоднократно поднимает те или иные вопросы, которые касаются вашего быта, жизни, деятельности. И все с надеждой и большой уверенностью, что все мечты и желания ваши исполнялись. Я хотел бы поблагодарить вас лично за тот посильный, весомый вклад в развитие общества в целом и людей с ограниченными возможностями здоровья советом и делом. Не только это та общественная нагрузка, но в любом случае все, что создается в городе, все, что строится в городе, все, что производится в обществе инвалидов, спрашивают совет. А как сделать так при новом объекте, чтобы было удобно и доступно той категории граждан, с которой вы работаете? Я знаю, что вы активно помогаете предпринимателям. Они, в свою очередь, должны помогать. И я надеюсь, что у нас с вами совместная такая работа будет продолжена и дальше. Поэтому я вас от всей души поздравляю, желаю здоровья, благополучия. Давайте будем дружить, так скажем, с семьями, общаться, двигаться вперед, и все получится. Поэтому здоровья, всех благ, а вам святое. Я очень коротко всех вас поздравляю с такой замечательной, да, 35 лет. Это вроде бы мало, а на самом деле это очень много. Потому что столько прошло людей через общественную организацию, вы всех на переднем крае. Вот я смотрю, здесь хорошо, что вы, Татьяна Евгеньевна, пригласили сюда своих коллег, да, Виктория Валерьевна, Татьяна Ивановна, да. Вот замечательно, что они все-таки здесь, вместе с нами. Вам огромное спасибо за то, что вы делаете, потому что вы, еще раз повторюсь, вы первые. К вам люди могут обратиться к самым первым с различными вообще вопросами, за различной помощью. И вы, как вот прослойка такая, вы между чиновниками и человеком находитесь. И вы на себя берете всю ответственность, вы берете на себя всю боль того человека, который к вам обратился. Вам большое спасибо, будьте здоровы. И еще хочу пожелать, чтобы всегда рядом с вами находились люди, которые вас поймут, поддержат, которые протянут вам руку помощи. Мы здесь собрались, которые нам любезно предоставили возможность провести это мероприятие. Это директор Мясского государственного учреждения, Мясский центр социального обслуживания, Клыкова Светлана Ивановна. Здравствуйте, дорогие друзья. Я думаю, мы все хорошо знакомы. От имени коллектива нашего центра, который просто для вас дом, я думаю, что уже теплый, который всегда для вас гостеприимно открыт. Передаю вам привет от всех сотрудников. Я желаю вам здоровья, оптимизма. И, как Елена Павловна уже сказала, помните, что рядом всегда должны быть друзья, которые вас поддержат. Вот такими друзьями, я надеюсь, мы являемся для вас как раз таким нашим центром. Вы помните, что у нас есть отделение дневного пребывания, где вы можете провести время с различными специалистами. У нас есть отделение срочного социального обслуживания, куда тоже можно обратиться. У нас есть отделение для деток, инвалидов, для семей, где можно провести то же время и получить социальные услуги. И, кроме всего прочего, мы можем предоставить социального работника, который будет помогать вас, вас поддерживать в различных ситуациях, и с медициной решать вопросы, и с продуктами питания. Ну и вообще, в принципе, будет вам добрым другом и помощником. Для вас поет Аркадий Благинин. Голос парки за окном. Голос таки за окном, за окном, Душу греет. В теле хренька с мавором, Голос таки за окном, Голос таки за окном, за окном, Душу греет. Белый дом, белый хлёв, Белый дом, отцовский дом, Там веселье, первый гроб, Поле магии. Белый запад, рыбный слов, В нём голубка с голубком, В нём голубка с голубком, Голубком, Не напаляй. Добрый день, дорогие друзья! Было очень много сказано хороших слов, А я хотела бы рассказать немножко о нашей работе. Наша библиотека на протяжении многих лет Сотрудничает с обществом инвалидов. И мы считаем, что это очень важное направление в нашем филиале. За эти годы сложились очень различные формы работы. Ведущий библиотекарь Вера Леонидовна Григорьева проводит тематические часы, беседы, информационные часы. Приглашает Радченко Наталью Валерьевну на психологические встречи, семинары. Библиотекарь Светлана Ивановна Сумина проводит мастер-классы и творческие занятия на базе от студии «Дилижанс». Сегодня не смогла прийти по состоянию здоровья Ведущий библиотекарь Татьяна Геннадьевна Лихачева. Она проводит экскурсии в музее. Я думаю, что многие там уже были. Наталья Абрамцева жила, была сказочница. Это удивительная история. Немножко расскажу о девушке, которая была всю жизнь прикована к кровати. Но, несмотря на это, она писала замечательные, добрые сказки как для взрослых, так и для детей. К сожалению, сейчас ее нет в живых. Мама ее жива. И она передавала вам всем большой привет. Когда она узнала, что я сегодня приду на эту встречу, она просила меня вам подарить 40 книг. Наталья Абрамцева со сказками. Я потом вам передам. Сами раздадите. Двери нашей библиотеки всегда для вас открыты. Приходите. Всегда чем сможем, поможем. И просто рады вам. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас такой костяк даже создался. И вот они постоянно приходили на мои мероприятия. И хочется, вы меня видите все, я вас тоже вижу, чтобы почаще приходили к нам в библиотеку. У нас ведь не только можно книжки читать, у нас ведь еще можно заниматься творчеством. Все прекрасно знаете, как у нас интересно на мероприятиях, да? Вот очень хотелось бы, чтобы вы снова стали приходить к нам в новом году. Все помните, вторник в 5 часов вечера. Мы будем вас ждать с нетерпением. У нас еще очень много интересного для вас приготовлено. Я думаю, что вы не будете скучать. Спасибо. Мы приглашаем на сцену ее председателя, Калташову Татьяну Ивановну. Я знакомилась с Татьяной Ивановной так давно, как со мной, где-то 2 года, наверное, да? И знаете, вот от нее всегда светло вот веет. Она такой души добрый человек, прям очень рада, что я с ним познакомился, что мы общаемся, как говорится, вместе. И вот сейчас я посмотрела, и некоторые вот вещи, что-то новое узнала. Я всегда считаю, что мы должны с друг с другом всегда общаться, и каждый что-то свое приносит новое, интересное, и уберет во внимание это и себе для дальнейшего развития. В общем, я еще хочу сказать, что вот Татьяна Ивановна очень такой активный человек. Она старается души для всех, для вас все-все делать, но чтобы ей было легче вам что-то помочь, что-то вперед возьмем. Она говорит, вы тоже, пожалуйста, принимайте участие. Помогайте ей в тех вопросах, которые вы там вместе решали. Нужно то-то, то-то. И так, чтобы смотреть. А, Татьяна Ивановна дали задание ей. Пускай она делает сама. Не должно быть такого. Помогайте ей тоже. И тогда у нас будет вообще очень все замечательно. Поздравляю вас с этим праздником. Желаю всего хорошего, доброго, теплого, здоровья, счастья, как говорится. Вот подари цветочки, а я вот хочу вас подсластить. Поздравляю вас с этим праздником. Курдюкова Виктория Валерьевна. Всем здравствуйте. Так рада вас всех здесь видеть. Ну, в этот юбилейный день охота сказать огромное спасибо председателю, его помощникам, что все-таки люди с ограниченной возможностью. Очень такие люди застребованные. И им нужно внимание. И вот огромное вам спасибо за это внимание людям с ограниченными возможностями. Пожелали вам очень много уже всего. Но самое главное всем здоровья, успехов в начинаниях новых. Чтобы было у вас побольше интересных проектов. И чтобы все было у вас хорошо. Праздником. Меня очень радует, что уже много лет мы взаимодействуем. И изначально, если это было просто встречи групповые по тематикам, то сейчас это уже вылилось в клуб, который называется «Мир души», где каждый человек может прийти, пообщаться и заявить ту тему, которая им интересна. Также приходит на индивидуальные встречи. Я вас также приглашаю продолжать в том же духе. Спасибо всем большое, потому что очень приятно видеть таких интересующихся людей, которых горят глаза, которым все интересно. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok